Правительство поручило Нафтогазу установить новую более низкую цену за газ для потребителей. Теперь цена за кубометр голубого топлива будет составлять не более 8 гривен, но только для частных потребителей. Бюджетники будут получать газ под 17 гривен за куб. Цена, к слову, указана без НДС и стоимости доставки. Отметим, что цена на газ для потребителей, ранее объявленная Нафтогазом в октябре, составляла 16 гривен 56 копеек за кубометр, что на 38 выше сентябрьской цены. К слову, Европа продолжает испытывать давление из-за высокой цены на газ. В начале августа ориентировочная цена составляла около 515 долларов США за 1000 кубометров, а к концу сентября эта стоимость выросла более чем вдвое. В то же время цены на газ начали снижаться с 6 октября после рекордного уровня в 1937 долларов за 1000 кубометров. Однако последние несколько дней они уверенно держатся выше отметки в 1000 долларов за 1000 кубометров. Первый вице-премьер Алексей Любченко заявил, что некоторые отрасли украинской экономики неизбежно откажутся от дорогого газа. Например, при средней годовой цене на импортируемое голубое топливо около 900 долларов за 1000 кубометров. По его словам, в некоторых секторах цены производителей должны будут расти из-за высокой цены на газ. Этот рост будет в значительной степени зависеть от потребителей. Надо ждать инфляционного всплеска в следующем году. Этот год мы проходим без сюрпризов. Откровенно говоря, такая цена на газ – это наш шанс измениться раз и навсегда. Когда, если не сейчас, пора говорить об эффективности и экономии, заключил первый вице-премьер. Кстати, Украина будет поставлять газ в республику Молдова, которая столкнулась с нехваткой топлива во время длительных переговоров о продлении газового контракта с Газпромом. Конечно, контракт подписан с учетом интересов украинской стороны. Молдова должна будет вернуть тот объем газа, который возьмет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы считаем, что мы можем себе это позволить, и допустим, что этот газ не доставляется за деньги, он передается на определенный период времени, чтобы Молдова вернула нам этот газ», – сказал Данилов на брифинге после заседания Совета. По словам секретаря, премьер-министр Молдовы обратился с такой просьбой к правительству Украины. «Мы решили поручить Совету министров заняться этим вопросом. Мы понимаем, что в ближайшем будущем сможем оказать такую помощь Республике Молдова», – добавил он.